Друзья, всем привет! Сегодня мы будем говорить о двух очень интересных вещах. Первое это Arducopter, нужен он или не нужен. Это очень стабильная, хорошая, серьезная прошивка, либо это устаревший динозавр и бомж-дальнолет. Бомж-дальнолет это такой проект, который меня давно просили сделать. И вот он. Погнали! Для того, чтобы построить самый максимальный бюджетный аппарат, я просто взял то, что было. Частично из этих запчастей я взял у знакомых. Частично я купил на вторичке, частично были у меня. Стоимость этого всего аппарата для меня встала приблизительно в 60-65 долларов, что-то такое. Из этого всего я купил только переемник. Это бушный приемник X4R, который уже был на 20, наверное, разных коптерах. Плюс еще GPS купил. Все остальное так или иначе досталось мне либо по очень низкой цене, либо бесплатно. Из чего делаются самые бюджетные рамы для таких вещей? Они делаются в основном из подручных материалов. Самый удачный материал в данном случае это либо карбоновые трубки, либо карбоновый профиль квадратный, либо вот такие вот дюралевые штучки. Это дюралевый квадрат, профиль на 15 миллиметров, насколько я помню, на полторашка, да, с толщиной стенок 1 миллиметр. То есть это вполне легкий материал. На самом деле можно было легче собрать, но я что-то, знаете, не собирался его собирать. Вообще эта рама была собрана примерно года два назад и с тех пор лежала у меня в шкафу. Я ее решил достать и забабахать на ней дальнолет. Суть в том, что с современными мелкими комплектующими вес электроники у вас стремится к нулю. А если вы сделаете вот такую раму, она будет достаточно крепкой, чтобы выдержать любые падения, при этом не ломаться. Знаете, есть один парнишка, который живет в Америке, у него тоже есть канал и занимается в основном коммерческими съемками, но иногда снимает такие какие-то интересные проекты. Вот я у него подсмотрел идею. Он делает зачастую это все на карбоне, но у него очень похожая в целом схема. Он тоже делает очень простые коптеры, которые выглядят как тапок. Все немножко сделано так и достаточно топорно, но зато как это все работает и насколько просто это все обслуживать, это, конечно, очень приятно. Они соединены буквой H на обычных клепках. К сожалению, я ничего лучшего не придумал в то время. Сейчас бы я, в принципе, сделал то же самое. Это дешево и сердито. Рама такого формата стоит 5 баксов, 7 баксов, что-то такое, поскольку вот этот профиль стоит вообще нифига, а его требуется здесь, по-моему, чуть больше метра. Вот и все. Потом я взял моторы. Моторы я нашел у знакомого. Это Bracer Star BR2312 на 960 оборотов на вольт. Не самые крутые моторчики, но и не самые плохие. Мне они обошлись, по-моему, в 10 баксов. Он за них попросил, поскольку они у нее лежали просто. Но на самом деле моторчики относительно новые. То есть он на них практически не летал. Это хорошо. Потом я взял регуляторы. Регуляторы эти с Hobby King. С Hobby King я их заказал по 2 бакса. По-моему, штука. То есть безумно дешевые регуляторы. 20 ампер, но на BL-Heli. Это самые обычные BL-Heli, но, тем не менее, они нам как раз и нужны. Этого больше, чем достаточно на большие дальнолеты, а тем более на таких больших рамах. Рамы, кстати, я даже не знаю, по какие пропеллеры рассчитаны. 94 на 50 пропеллеры. То есть вот на 9,5 дюймов эта рама рассчитана что так, что так. В принципе, хорошо встает. Приемник, как я уже сказал, самый обычный X4R. Но в дальнейшем его планируется заменить, конечно же, на Crossfire. Поскольку летать эта штука будет очень-очень классно и очень далеко. FX2, что ли, какой-то на подкрепление под полетник. И сверху Матекситер. Зам Матекситер отдельное спасибо Султану, который полетник умудрился убить. А я после этого, спустя некоторое время, наконец добрался до него. Смог его починить. И теперь у меня в полном здравии, в принципе, работает практически весь функционал его. К нему подключен обычный GPS. Но GPS-модуль я бы взял на самом деле какой-нибудь TS-100. Вот такого плана, который стоит, по-моему, 15-17 долларов. Что-то такое. Работает очень четко. Последний модуль там стоит от U-Blocks. И хороший компас, в принципе, который подключается. Все, как обычно, стандартно сюда. Коптер получился не самый легкий. Но учитывайте, что он размером достаточно большой. То есть это 9,5 дюймового раула. Весит он 560 грамм. Это неплохой вес. Хотя можно было бы и уменьшить его. Например, сделать вместо двух одну. Ну, или что-нибудь еще придумать. Где-нибудь облегчить вес. Но я уже оставил так, как есть. На полетный контроллер установлен Arducopter. Это та прошивка, которая устанавливается на контроллеры Pixhawk. Это вот эти вот полетные контроллеры, которые выглядят очень мощно. Поддерживают там 2-3 GPS, пару компасов. Внутри них есть по 2 гироскопа, 2 барометра, что-то такое. Ну, в общем, там очень много разных датчиков. Многие из которых таблируются, за счет этого получается надежность. Что по поводу Arducopter? Что вообще я считаю? Люди, которые считают, что Arducopter устарел, что он не работает, что он стар и беспомощен, на самом деле в каком-то плане правы. Там есть какие-то решения, которые уже давно были исправлены в новых прошивках. Сделаны интереснее, сделаны удобнее. Но прошивка-то передается уже очень много лет. И за счет этого она просто идеально работает. Arducopter глючит очень-очень редко. Скажем так, Pixhawk ставит как второй дополнительный контроль на большинство дорогих аппаратов, стоимость которых несколько десятков тысяч долларов. Потому что он достаточно стабилен. И его можно в любом случае использовать как дополнительный полетный контроль, если даже не как основной. Это хороший полетный контроль. Примечательен он тем, что тут есть все, что вам нужно, и то, что вам не нужно, здесь нет. Он очень маленький, очень легкий. Здесь есть датчик тока, датчик напряжения, барометр, выход под компас, GPS. Есть несколько UART, выход под приемник, под 4 мотора сразу ПДБшка встроенная. Я ее уже спаял. Паяется он точно так же абсолютно, как под iNav. 4 регулятора. Полетник ставится по стрелочке вперед. Вот здесь вот видно стрелочку. После этого появятся моторы. Под выходы под моторы соответствуют сторонам. То есть ничего не перепутайте. Регуляторы вращают пропеллеры, естественно, по-разному. И надо посмотреть, когда вы будете припаивать к регуляторам провода от мотора, чтобы регуляторы вращали пропеллеры именно в ту сторону, как правильно. Потому что здесь обратного вращения, как Betaflight или iNav или других таких аналогичных прошивках, здесь такого нет. Затем припаивается приемник. Припаивается он в последних версиях прошивки уже, как правильно, на выход под S-BUS. GPS припаивается на TX4. UART. I2C шина, которая снизу припаивается туда компас. Все как всегда. Кроме того, также припаивается камера к камере. Видеопередатчик к видеопередатчику. То есть, в принципе, сейчас уже ребята дошли до того, что плата практически полностью соответствует той же самой распиновке, что в iNav. За небольшим исключением. Работает также в OSD. Да, но его нужно немножко по-другому настраивать. Как настраивать OSD, я покажу в отдельном видео, поскольку я сам до этого еще не добрался. Там достаточно сложный процесс. После этого вы прошиваете это все дело и настраиваете. Прошивка, настройка, калибровка, настройка пидов, настройка всяких рейтов. Это все будет в отдельном видео, где я покажу, как это все настраивается. Поскольку процесс нетривиальный. Arducopter чем хорош? Он безумно стабилен. Есть много различных уровней его проверки перед полетом. То есть, он сам знает, что с ним происходит. Очень похож на DJ-овские продукты. Только DJ-и достаточно урезанный функционал. Есть огромное количество возможностей, которые вы можете использовать. Я думаю, чуть позже добавят возможности подключать все остальные датчики. Такие, как датчик скорости воздуха, там ультразвуковые датчики. Может быть, второй дополнительный GPS можно будет поставить и так далее. Но даже сейчас, как эта штука работает, попробуйте посмотреть. Я вам сейчас оставлю видео. Так, сейчас мы тестируем эту всю фигню. Я немножко подстроил пиды. Чуть позже покажу, как настраиваться пиды. Пропеллеры гнут и перегнуты. На самом деле, уже он не очень хорош. Поэтому его могут немножко потряхивать больше, чем обычно. В целом, штука летает стабильно. Нужно только настроить правильно пиды. Давайте посмотрим. Сначала будет Акро. Довольно низкий рейтинг, но в целом хорошо себя чувствует коптер. Нужно учитывать так же, что здесь самые дешевые регули по 2 баксов. Они не очень хороши. Так, переключаем удержание по высоте. Как видно, удержание работает не только по барометру, но и по инерциальной системе. Поэтому он очень хорошо висит. Теперь попробуем удержание позиции. В целом, можно сказать, что он висит четко. Теперь попробуем порулить. Посмотрим, что и как он реагирует на жесткую рулежку. Это все так же на удержание позиции. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как просадил я подпишка. В целом, штука рулится стабильно. Сейчас я еще поставлю литий-ионки. На литий-ионках посмотрим. Но литий-ионки не отдадут такой ток. Он будет немножко поплавнее. Как видно, высоту он держит просто прекрасно. Не проседает. Сильнее нагружать я, конечно, боюсь, потому что это все-таки лепошки. И они могут, конечно, сильнее приседать. На обычном мелком аккумуляторе я уже попробовал. Рулится просто великолепно. Очень быстро туда-сюда щелкает, переключает. Так, в позицию холд пробуем. Работает только одной ручкой. То есть вот тут он держит сам, позицию держит сам. Теперь отпускаю. И он держит точку. В принципе, все меня устраивает. Все, запарковались. Да, штука летает очень классно. Очень стабильно, учитывая, что это был полет на втором аккумуляторе. То есть я практически ничего не отстраивал. Просто все вкинул. Он сам сабо обучился. Отфильтровал значения. Подправил коррективы всякие внес. Все сам сделал. Сам поднастроился. И сам отлично висит. Теперь работает в воздухе. Отлично работает. Уже возврат домой и так далее. Но этому пришедствовала достаточно такая длительная настройка пидов. Настройка рейтов. Настройка калибровка датчиков. Перекидывание туда-сюда. Да, поскольку иногда приходилось прошивать iNav, чтобы задействовать некоторые функции. Например, в регуляторах переключить что-то. Поскольку по стру напрямую к регуляторам подключаться через ArduCopter нельзя. Ну, в общем, это все мы обсудим в отдельном ролике. А пока я должен сказать, что ArduCopter реально очень-очень крутая штука. И не смотрите в сторону большого PixHawk'а или, например, Pix4 Mini, где несколько различных плат, там различные модули, там отдельные кнопки, отдельно GPS, отдельно power-модуль, отдельно питание, отдельно еще что-то. Вот такие платы, мне кажется, такими платами будущие. Также ArduCopter есть для всяких Amnibus, например. И, в принципе, вроде как даже работает. Но Motec мне нравится тем, что тут еще вот есть и платы распределения питания. За счет этого вы, получается, одной платой весь коптер, получается, умудряете соединить. И получается здесь, на самом деле, GPS, полетный контроллер и аккумулятор. Все, больше здесь ничего не надо. FPV система идет отдельно. Недостаточно стабильна пока прошивка. Но я думаю, где-то через пару неделек мы с вами закончим это все дело. Я вам между этим делом еще и покажу настройку, калибровку, все дела. А потом мы полетим с вами вдаль. Пока я могу сказать, что это дальнолет вот такого формата на самый дешевый комплектующих. Я ориентировочно посчитал, сколько он будет летать. На сборках 4S, 4P он летает что-то около 45 минут. Что, в принципе, неплохо для такой рамы, собранной на коленке. А 45 минут на таком коптере это покрывается достаточно большое расстояние. И плюс ArduCopter, он не шалит, очень стабильен и всегда прекрасно работает. Хотя и очень сложные настройки, очень много нелогичных моментов и так далее. На этом мы обсудим все следующие видео. На этом все. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, заглядывайте в описание. ArduCopter прошивка старая, но тем не менее от этого она не становится хуже. Да, она нелогична. Да, в современных тенденциях она, наверное, немножко устарела ее интерфейс. Как с ней разъемно действовать и так далее. Но разобраться можно. А летает эта штука получше всяких там диджейских продуктов. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok